Здравствуйте! 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 Ну вот видите, как вы говорили. Это новое ведение, которое мы будем в медицине, оно будет делать. Учитывая, что в государстве денег нет, мы будем делать вот так вот, основывая на законе, есть закон Украины, в том, что можно вот так использовать благотворительные фонды, организации специальные. Поэтому, вот, я взял вам специально загальный положение, как должен работать компьютерный томограф. Надо же печатать, что хочешь. Вот, навантажение, сколько на лекаря есть, видите, 7-8 человек в день. А я говорю 10, бесплатно, будет. Спасибо! А специалисты есть? Специалисты учились, где специалисты наши? А у нас будут? Где специалисты наши? Есть специалисты на месте. Здравствуйте! Здесь привет! Здравствуйте! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, я как хозяйка сегодняшнего мероприятия, главный врач этой больницы Хотела бы всех приветствовать и сказать, что сегодня, наверное, вы знаете, хотела начать выступление, что для медицинской общественности это праздник Но думаю, что это, в общем-то, праздник для всех жителей нашего региона И сегодня двойной праздник Во-первых, день города и такая дата знаменательная, да, юбилейная, 375 лет со дня основания нашего города И второй праздник это то, что в нашем городе, в нашей больнице, наконец-то появился компьютерный томограф Ну, я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что это диагностическое обследование было крайне необходимо жителям нашего города, района и нашего региона И теперь он есть и будет работать именно здесь Почему здесь? Потому что именно здесь он будет доступен каждому И пенсионеру, который сможет легко добраться и провести здесь обследование И самое главное, той группе тяжелых больных, которые ограничены в передвижении, ограничены в транспортировке Это те больные, которые находятся на искусственной вентиляции легких или прикованы к постели с телетным вытяжением И теперь это исследование станет доступным всем Наверное, никого не удивлю, если скажу, что благодаря этому виду диагностического исследования Наши специалисты существенно смогут расширить объем оперативной помощи И оказывать эту оперативную помощь в любое время дня и ночи Что позволит сократить время и расходы на транспортировку больного в Днепропетровск А это жизни, это жизни жителей города, жителей близлежащих городов, жителей Никопольского района Ну, следует отметить, что, наверное, не ошибусь, если скажу, на протяжении 10 лет Медики города обозначали эту проблему, что эта проблема действительно была отсутствие компьютерной томографии И благодаря, наверное, усилиям народного депутата Украины Андрея Федоровича Шипко Эта проблема начала решаться Я думаю, потому что Андрей Федорович не только слышит каждого избирателя Я думаю, то, что являясь врачом, ему далеко не безразличны именно проблемы медицинского характера Потому что здоровье это самое главное для человека Ну, еще, наверное, следует отметить, что в последние годы в лечебных учреждениях города, да и региона Стало появляться, благодаря усилиям Андрея Федоровича, новое диагностическое оборудование Это, безусловно, сказывается в лучшую сторону на оказании медицинской помощи для наших жителей И это увеличивает опыт и возможность наших медицинских работников работать на таком оборудовании И я, конечно, с радостью хочу предоставить слово нашему народному депутату Андрею Федоровичу Шипко Спасибо, спасибо Уважаемые коллеги, дорогие земляки Я сегодня очень рад, что мы вместе Действительно, в юбилейный день Это сегодня сбылась моя мечта Первое Я задумал много таких хороших дел сделать Ну, чтобы, понимаете, люди приходят и уходят, депутаты Понимаете, а что-то должно оставаться Должно оставаться что-то, что будет работать для людей, во имя людей Ну, а то, учитывая, что я сам врач И для меня здоровье это превыше всего Это самый бесценный дар, который каждый человек обладает И мои коллеги это знают И я им благодарен за то, что они делают для нашего города Я, со своей стороны, хочу помочь, чтобы это было качественно Чтобы это было своевременно Чтобы это имело те европейские стандарты И диагностики, и лечения, которые мы должны иметь Потому что мы этого достойны Наш город, город славный И трудовой, и боевой славы, и исторической славы И поэтому мы достойны, чтобы у нас было Высококачественное медицинское обслуживание И поэтому сегодня как бы первая такая мечта, которая у меня сбылась Естественно, Андрей Петрович, здравствуйте Естественно, вы понимаете, в каком ситуации сейчас находится государственный бюджет Естественно, нет возможности И ни один министр мне обещал И приезжали сюда замминистры, проводили мы совещание Обещали, вот все будет так Но я вижу, что сейчас время другое Надо находить возможности Я подключил и Всемирную организацию здравоохранения И Международные медицинские фонды И Фонд здоровья Украины Для того, чтобы это состоялось Потому что сейчас надо работать на передовую Я посмотрел, как это работает в Европе Как сочетаются возможности фондовые И возможности государства Государство не берет на себя иногда такое оборудование Потому что нет возможности его даже обслуживать Финансового ресурса А вот есть фонды благотворительные, которые в этом участвуют И я рад, что подключилось много людей И что мы будем работать Работать, как я вам говорил Вот у меня положение про кабинет рентгеновской компьютерной томографии Где четко вот написано Четко написано Положение Министерства охороны здоровья Что вот Дэнни нормы на вонтажни Да, там 7-8 человек А я вам говорю 10 будет человек 10 проходить будет человек И все, чтобы не было ни у кого никаких вопросов Мы будем подключать всех И тех, и тех Чтобы эта работа шла Чтобы нагрузку на больницу не было Финансовой нагрузки Вы знаете, как сейчас нам Коллегам нашим тяжело, правильно? Вот, поэтому я буду стараться За своей стороны всех обвинить Ради чего? Ради здоровья моих земляков Поэтому всех я поздравляю С этим событием Я вам хочу сказать Что такого качества оборудования Есть только в Киеве И есть только одно, по-моему В Днепропетровске В Запорожье даже нет Поэтому я радуюсь Что в нашем городе Если оно будет обслуживать Целый регион И Орженикицы И Никопольский район И Марганец И я уверен, что из Херсона К нам подтянутся люди Но уже мы будем просить их Чтобы они финансировали Нашу клинику, правильно? Да Это будет справедливо Конечно Поэтому всех поздравляю И желаю, чтобы мы были здоровы Чтобы Боженька благословил нашу землю Чтобы мы были едины Чтобы мы были вместе Мне приятно трудиться И с Андреем Петровичем И с депутатским корпусом Городского совета Со всеми квартальными Потому что я чувствую Что мы одна семья Спасибо большое Будьте здоровы Я думаю, что это событие Не только для первой больницы И еще какой-то больницы Для всего города Поэтому слово Исполняющая обязанности Городского головы Да, сейчас так у Андрея Петрович Спасибо большое Добрый день Ну, в первую очередь Хочу поздравить всех С сегодняшним праздником Днем нашего родного города Хочу пожелать всем Как Андрей Петрович говорит Здоровья превыше всего Хочу пожелать вам здоровья Всего самого хорошего и доброго Ну и, конечно же Мирного неба над головой Это самое главное Что нас с вами сегодня беспокоит Ну и хочу сказать Как чиновник Огромное спасибо В связи с тем Что мы можем с бюджета Раньше мы с бюджета Выделяли деньги И помогали Отвозили в больницу Мечникова То есть мы предусматривали деньги В бюджете Частично Не всем В данном случае У нас есть возможность Эти деньги перенаправить Опять же на медицину Но уже на другие Какие-то определенные цели Поэтому это здорово Что у нас есть Народный депутат Украины Который действительно смог добиться Для города Современного оборудования И я надеюсь Что оно действительно Спасет не одну сотню жизней В городе Никополе С правильной диагностикой Я так понимаю, правильно? Поэтому еще раз всех с праздником Всем здоровья и удачи Я просто хочу сказать Что мы еще отработали Мы проведем коллегию Министерства Нет, коллегию облздрава Проведем здесь Покажем Передовой опыт Как надо сейчас Не говорить, что нет денег в государстве А как надо решать вопросы Для того, чтобы появлялась Современная оборудование И здесь будем Здесь еще посмотрите В Никополе будет школа Передового опыта Как правильно внедрять Медицинские технологии Современные в будущем И мы обязательно откроем Ко мне обращались люди В мою приемную Мы обязательно откроем И отделение Гемодиализа Обязательно Для больных Хронической почечной недостателенности Я уже разговаривал с людьми Они сейчас поехали в Германию Отбирают оборудование Так что у нас это обязательно будет И кроме того На базе 4 больницы Сделаем очень хорошую Диагностическую Такую Консультационно-диагностическую Поликлинику Где будет тоже Современное оборудование Я туда передавал Для того чтобы мы могли Проводить и качественные профосмотры Для всех категорий людей Для учителей Вы знаете Для меня это святое Я сам вырос в учительской семье А коллеги понимают Что такое Вранья диагностика И своевременное лечение Потом не надо Столько финансов Сколько бывает В запущенных случаях Поэтому я говорю Что все что мы делаем Я делаю открыто Это сердце И хочу чтобы оно работало Для людей Скажи Андрей Федорович Андрей Федорович Вспомним атомную станцию Пару слов Что нас ожидает И стоимость электроэнергии Ну вот немножко Стоимость электроэнергии Вы знаете Монтрис процентов Мы ее дешевле получаем Но я зарегистрировал законопроект Я вообще автор Я вам скажу 46 законопроектов То есть два года я не просто Ну не просто работал в регионе Не просто как пожаритарщик Я автор Я являюсь автором Вместе у меня с коллегами И с автором 46 законопроектов Из них 6 Уже стали законами То есть я не просто состоялся Как депутат Ну который Знаете Бывают люди пройдут Верховную Раду А нету ни одного закона Который бы не сделали И один из законопроектов Который будет на рассмотрении Он уже прошел Комитет по топливу, энергетике И ядерной политике Верховного Совета Это закон о зоне спостережения Где финансирование Там прописано четко Финансируется Увеличивается финансирование Зоны спостережения Мы все здесь находимся И Никопольский район И наш город И частично я хочу включить туда Аржи, Никидзе Не частично, а полностью включить Я тоже выступил И меня поддержало министерство И там в два раза увеличивается финансирование То есть город получал одну сумму Это теперь будут две суммы Но чтобы это получил каждый человек Там мы прописали Чтобы это была сумма В виде бесплатной медицинской страховки То есть вот заболел человек Да, он получил страховку Он пришел в больницу Ну что, не секрет, да Что мы все, когда болеем Не хватает всего обеспечить медицину А эта сумма будет идти как раз На обеспечение Ну и медикаментами И обеспечение лечения наших жителей Особенно социально незащищенные слои Особенно детей Поэтому я думаю, этот законопроект Он будет обязательно рассмотрен в парламенте Он стоит в своей очереди Ну а я собираюсь его поддерживать Тем более мы с моим Чисто по-европейски Да, чисто по-европейски Так что спасибо за вопрос Ну я думаю, давайте пойдем посмотрим Да, или как Или... Хотелось бы еще... Да, еще не хотелось бы закончить Если вы позволите Я хочу предоставить слово Дело в том, что новое диагностическое оборудование Нуж требует еще и умений определенных Правда, работы с ним Хочу предоставить слово главному врачу Диагностического центра Компьютерной томографии Я хочу поблагодарить этого человека Это центр, который помогает На этом центре обучались Там самые современные оборудования Даже в больницах нету такого То, что стоит у них И они молодцы Согласились бесплатно И обучили наших специалистов Чабаненко Игорь Павлович, пожалуйста Дорогие никопольчане Ну, прежде всего хочу От сегодня Петровска Поздравить прекрасный город Бюро Никополь С Днем города Здоровья вам, счастья Удачи и мирного неба над головой Спасибо Ну и так чисто по человечески скажу Что, ну, побежло вам с депутатом Ситуация Четыре недели назад Когда я впервые услышал От Андрея Федоровича Отказать ему я не могу Ни в чем Что здесь надо поставить Компьютерный томограф Мне показалось это фантастикой Мне, человеку, который этим занимается Уже много лет Ну, задача поставлена И, в общем-то, обеспечены были все условия И мы справились Повторяю, четыре недели назад Возникла идея Сейчас томограф у вас уже есть Да, это сложная техника Она требует определенной наладки Где-то неделя, да? Какое-то время на установку Неделя, а может десять дней Ну, он уже у вас И его можно потрогать Он доставлен Так что Все остальное, что зависит от нас Я имею в виду методическую помощь Помощь по обучению персонала Мы уже делаем И будем продолжать делать И поможем Потому что делать действительно нужно Вы это почувствуете в ближайшее время Кроме того, мы связали этот томограф Мощным каналом интернета Со всеми медицинскими лучшими центрами И с Киевским, и с Днепропетровским Где специалисты Вот сразу, если непонятно Могут консультировать Чтобы мы не ждали, знаете Вот как, а позвонить куда Чтобы мы сразу получили консультацию Высокоспециализированных И квалифицированных специалистов Которые в этом вопросе разбираются И всю жизнь работают на таком оборудовании Поэтому мы связались специально Чтобы у нас была бесперебойная связь В любое время суток Спасибо Все вам хорошо Еще, если позволите Я хочу предоставить слово Врачу, который, наверное, очень долгие годы Ждал такого оборудования Ну, как и многие специалисты Но врачу, нейрохирургу высшей категории Который теперь, наверное, заживет по-новому При наличии такой техники Ну, понимаете, это действительно сегодня счастье Получить такое оборудование для нейрохирургов Да не только нейрохирургов Травматологов Урологов Хирургов Для всех специалистов Это оборудование высочайшего качества И высочайшего диагностики Огромное спасибо, Андрей Федорович, вам Вот понимаете, действительно Мы ожидали этот томограф Ну, точно Лет 10 Это точно И все нам обещали Вот поставим Вот поставим Вот поставим Ну, а тут буквально Понимаете, это как в сказке Вот буквально месяц И слова не было И уже томограф стоит Ну, а до этого я проработал полтора года Чтобы это все получилось Понимаете, полтора года Я же не рассказываю Ну, понимаете, это Огромное вам спасибо Огромное Семеново Павловичу И строителям, которые сделали это Такие короткие сроки Строителям давайте отдельно поаплодируем Вы не представляете Они идем и ночью Вот вы посмотрите качество строительных работ Вот посмотрите Я просто им низко хочу поклониться Ну, и спасибо Теперь вот у нас есть и связь Днепропетровскому центру Томографии Который будет нам и помогать И обучать И консультации будем проводить С нашими коллегами Нейрохирургами, хирургами Огромное вам всем спасибо Низкий вам поклонник Спасибо Идемте откроем Да посмотрим его Я сам хочу Люди заходят Пусть посмотрят Заходите сюда Проходите Вот здесь будут сидеть Вот здесь будут отдыхать Просто сидеть Ждать там очереди Да Вот здесь водичка Да Ну все Вот так вот Чтобы здесь раздеться Шкафчики Смотрите Проходите сюда Проходите Пожалуйста Проходите Только раз Мы просто посмотрели И вы Вот здесь место Где можно сидеть Здравствуйте Здравствуйте Так Фотографируем Улыбаемся Сейчас еще Фотографируем Фотографируем В этом не Время 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 Он ходит И Не закрывается Не закрывается И вот этот Затем Сотребляется Напрямую Как оно И держит Ну там Не закрыто Нет 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 А там Нет Закрыто Это страшно Нет Нет С этой стороны, видите, берем и смотрим. С этой стороны посадал, допустим, если процесс, допустим, здесь, посмотрели с этой стороны, да, разрез. В зависимости от того, что надо будет.